Возможно, совсем скоро они станут знаменитыми на весь мир. Семейная пара из Запорожья Елена и Алексей Ткаченко уже покорила сердца украинцев своими танцами. Что необычного в их номерах, расскажут мои коллеги. Это кадры недавнего выступления в Одессе. Алексей и Елена покорили публику сцены из фильма «Чарли Чаплина. Огни большого города», когда бродяга встречает слепую торговку цветами. Но поразила зрителей ни техника исполнения. Елена не видит ни зрителей, ни пилона. Я, честно, когда пришла на первую пробную тренировку, я переживала, что испугаются того, что я не вижу. И просто нам откажут, не возьмутся за нас. В эту запорожскую студию танцев на пилоне Елена с мужем пришли осенью прошлого года. Сначала попробовала сама, потом присоединился и супруг. Здесь в них поверили. Когда я видела, как она цепляется, очень цепко к этому относится, и у нее такой восторг от этого появляется, потому что она это сделала, она это смогла. Я стала подальше от нее отходить. Она не знала, что я не стою сзади. И она все налегке исполняла. У Алексея тоже проблемы со зрением. Но это только помогает им по-особенному чувствовать в танце и друг друга, и пилон, говорит Елена. Вот есть, да, квест с закрытыми глазами, а я себе представляю, что я попала в свой КВС личный. Или как будто я создаю свое кино. Потому что у каждого человека это свой фильм. И мы режиссеры, и главные актеры этого фильма. Супруги признаются, в свои 40 настолько увлеклись танцами на пилоне, что на тренировки приходят каждый день. И даже в квартире установили шест. История любви на сцене не просто танец. Этот номер, говорит руководитель студии, Елене и Алексею поставили неспроста и не прогадали. В принципе, они рассказывали свою историю только в костюмах Чарли Чаплина и слепой девушки-цветочницы. Своя история любви. Леша прирожденный актер, ленщик, она очень чувствительная, она очень... Ну, она естественна в своем образе. Любовь творит чудеса, на самом деле. Так что... Любите друг друга. Паплана заниматься пулдэнсом еще круче вдвойне. Первое в жизни Елены и Алексея выступление на публике тронуло не только украинцев. Супругов уже пригласили на международный фестиваль полдэнса в Бразилии, где будут выступать и участники с особыми потребностями этой осенью. Лариса Зубенко, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности телеканал Интер. Запорожье.